Вообще, знаете, плохая примета ехать ночью в тонированной машине, по лесу, в багажнике. Как можно одной поговоркой охарактеризовать женщину с низкой социальной ответственностью, которая любит заниматься сексом с разными мужчинами и бодибиллером? Ну-ка, переземлю. Условно много. Мы приехали посмотреть, мы ее еще ни разу не видели. Кадастровая цена этого участка 24 миллиона с копейками. Все, ребят, здорово. Весьма странная локация, наверное, для ролика нашего. Для 30 декабря, без снега. Так, ребят, 30. Ну как без людей? То, что они мертвые в багажнике, еще ничего не значит. Вообще, знаете, плохая примета ехать ночью в тонированной машине, по лесу, в багажнике. В этот момент надо подумать, что что-то все-таки пошло не так. Чувствуешь кочки? Напрягайся. А кочки, это которые кочки такие на земле или кочки, это которые качаются? Кочки, которые на земле. Кочки, которые на земле. Загадкой можно? Загадкой. Ну давай, загадкой. Как можно одной поговоркой охарактеризовать женщину с низкой социальной ответственностью, которая любит заниматься сексом с разными мужчинами и бодибиллерами? Да, прежде чем? А если кто ответит правильно на этот вопрос с поговоркой, поговорка матерная? Получат скидку 10% на что? На учатку? Да нет, значит, дочек подарим просто. Трое за скидку подарим. Да, это подарок. Нахера себе скидка в полумиллиона, это лучше. Вот, так все рассказываем, ребята. Это поле не просто так. Это наше поле. И там будет не производство спортивного питания, как у всех охраненных бизнесменов. Мы купили землю. Мы купили землю. Условно много. Мы приехали посмотреть. Мы ее еще ни разу не видели. Здесь на самом деле, и вот то, что вы видите, что вам показывают, это вся наша земля. Было бы, конечно, очень хорошо, чтобы... Наш кусок где-то здесь, возможно. Да, здесь всего поле, которое ограничено лесом, это примерно 11,5 гектар. Здесь и за этих 11,5-3,5 гектара наши. Вот, соответственно. Да. Мы планируем размежевать это все на 30 участков, соответственно. На 36? Возможно. На 36 участков. И заняться, собственно, застройкой. Мы будем, ребята, мы будем девелоперами. Правильно? Возможно. Будем девелоперами. Вот. Очень смешное слово. Я готовился в машине, пока ехал, его выговаривают. Это новая Сойкино, соответственно. Тут уже, смотрите, вот там соседи уже живут. Мы условно предполагаем, что наши 3,5 гектара куда-то... Вот так выглядят, да? К примеру, где-то они вот туда. Вот туда, да. Только они немножко, они вот отсюда. Вот от дороги они идут перпендикулярно в ту сторону. То есть прямо прямоугольник. А, вот так. Вот он вот так, вот, смотрите. Вот дорога у нас вот так вот уже полагается, да? Вот это мнимое условно вот. Вот 3,5 гектара. Пошли пройдем. Вот, на самом деле, земля удачная. Ну, давай расскажем, что мы ее купили вообще на торгах. Да. Купили мы ее на торгах. Какой у нее кадастр? Цена? 25. Кадастровая цена этого участка 24 миллиона с копейками. А купили мы его на торгах по, как называется? По банкротству. По банкротству. По площадке Сбербанка. На площадке дешевле. Дешевле. Ну, как мы купили, это уже наше дело. Есть кадастровый паспорт. То есть, в принципе, можно пойти, это все дело заложить в банк. Прям под 20 миллионов, наверное, примерно. Ну, 0,7 коэффициент, наверное. Ну, да, вы знаете, квартиру вы закладываете, банк вам никогда не даст всю сумму. Банк вам даст, примерно, 0,7. Красавчик. Так, красавчик 0,8%. Электричество здесь уже есть. Понятно? Ну, видно, блин, это уже комплекс. Там домов, ребят, да е-мень, оказывается. Я могу сказать, что здесь, ну, там, на самом деле, вот за вот этим вот лесом, вот там, вот, посмотрим, если там фонарики. Да, там фонарики. И там гольф-клуб. Гольф-клуб. Да. Зачем гольф-клуб в Петербурге с дождем, я не знаю, но он ест. Значит, с дождем, со снегом. Обычно, обычно у нас есть снег, ребят. Да. Так, сейчас дождь. И там участки стоят, на самом деле, порядка 300 тысяч за сотку. В общем, да, тут земли рядышком, то, что уже продаются. Цена 300 тысяч рублей за сотку там. Там облагорожено, красиво. Гольф-клубу соседи продают по 70 тысяч. Я так понимаю, что продают поле по 70 тысяч. Они продают пока что поле по 70, пока что без межевания, только по своим знакомым. То есть, просто условно. То есть, у них пока что нет межевания, мы понимаем, что нет еще участка такого в границах. Да. То есть, допустим, я прихожу тебе, говорю, у меня есть участок, допустим, гектар. Вы хочешь здесь соток? Ты говоришь, да, хочу. Дай мне сейчас денег, я тебе бумажку какую-нибудь напишу, потом, когда я размежу, и получишь какой-нибудь участок. К примеру, говорим, что он здесь. Пока предварительно это вот так вот. Они занимаются по-продажей. Но, в принципе, говорят, что успешно. В принципе, почему, допустим, мне эта локация нравится, потому что здесь реально 30 минут от города. Петердворец. Да, да, Ломоносов, Петергоф. Петергоф. Петергоф, ребята, кто не питерские. Это, конечно, где фонтаны красивые. Наверное, видели фотографии с Питером? Вот где красивые фонтаны. То есть, тут прямо направление хорошее. Ехать реально быстро, не загруженное. Абсолютно не загруженное кольцо в это направление. И, соответственно, съезд ЗСД в эту сторону, Таллиннское шоссе, вообще потрясающе. Просто очень круто. Вот. Так что, на самом деле, ребята, вы хотели про бизнес послушать. Почему мы не рассказываем много про экономику, про бизнес, генетика? Ну, причина простая. Потому что зачем нам учить своих конкурентов работать? Ну, это, наверное, было бы очень глупо с нашей стороны. Это как, например, брать людей, там, тренировать без оплаты. То есть, ты 10 лет этим занимаешься, поделись знаниями. Естественно, нет. Ну, это глупо. Вам ни один хирург не будет делать операцию просто так. И хлеб вам не дадут в магазине. А вот проект по земле, по застройке, конечно, он будет не быстрый. Потому что мы вообще решили как? Мы решили как. Тут все построятся? Построятся. Все подорожает? Подорожает. Ну, там дорого продадим. Вот. Ну, это такой наш гениальный, хитрый план. Просто очень хорошую сказал фразу Константин Сергеевич. Говорит, покупайте землю. Ее больше не делают. Костя говорит, покупай землю. Землю больше не производят. Особенно землю вокруг Питера, внутри кольца. Вообще не выпускают. Из приятного, на самом деле, здесь очень ровненько. Достаточно сухо. С учетом того, что тут дожди, снега. Ну, реально сухо выглядит. Потом мы покажем вам, на самом деле, сфоткаю. А, ты мне скриншот скинешь? План. Ну, участка, да, покажу. Да, конечно. Уже у нас уже, да, на кадастру. У нас уже все оформлено. Последний месяц Костян этим занимался. Ну, между тем, когда мы ездили в Манилу, вот, ели офигенные манго-шейки и всякую ерунду. Вот, где-то между этим он этим занимался. Самый еще прикол, ребят, что нашли мы агента, кто нам оформлял участие на площадке на всей ерунде через Инстаграм. Вообще, из другого города девчонка, это очень забавно, потому что в Питере Костян позвел несколько контор вечером, и все ему сказали, ну, позвоните завтра, как бы, пол-шестого, мы еще работать должны. Ну, это прям дикая тема, да. В 21 век ты должен работать в мессенджерах просто 24 на 7, отвечать своим клиентам, когда им удобно, а не тебе. А когда тебя, как бы, ну, переводят на следующий день, там говорят, типа, мы не готовы, мы не хотим. Мне кажется, просто у этих людей слишком много работы, ну, значит, у них не хватит времени. И, наверное, слишком много у них денег. Да, на другого клиента, поэтому зачем я буду их обременять в какой-то дополнительной работе. Значит, им она просто не нужна. Вот и все. А, давай, подперечисляй. Специалисты. Специалисты, которые смогут размежевать и поставить на учет, соответственно, это первое. Второе, люди, которые занимаются застройкой жилой, соответственно, подрядчики. Да. Можете про это присылать свои показывать. Также рабочие бригады, которые готовы будут, ну, собственно, там, земляные работы на подрядные, мелкие работы для этих сервисов. Да, вот, потому что будут продавать участки всеми возможными способами, от продажи просто земли до продажи земли с подрядом на строительство, с подрядом на наши собственные проекты, возможно, наши с вами, которые у вас уже есть, которые реализованы. То есть у вас есть, например, портфолио с вашими домами, типа вы, которые вы строите, скидываете, либо с подрядом то, что просто строит организация, за которую отвечаем мы, наши партнеры. Ну, будет несколько вариантов покупки домов, земель, жития за городом. Реально очень круто, очень хорошее место. Ну, пока что до конца не определились, как мы все будем делать, но мы как-нибудь... Но мы будем разбираться с хорошего. Вот столбы, а что тут еще, газ, не газ, не газ? Слушай, тут газ, газ недалеко, но это тоже нужно подводить, соответственно. Это будет решено, я думаю, в общем, не полугода. То есть до июня, я думаю, что у нас будет как минимум ТУ и ДП. стоять, которая будет на нашей 3,5 гектара. Вот. И газ в магистрале здесь идет прямо. Ну, вот он к этому чуваку, он идет. А, ну дешево. Как мне сказали, да. Здесь без проблем. А что, там один живет? Слушай, мне кажется, что это, да, он один хорошо живет. Один живет на гектаре земли? Ну, тут, ну, очень похоже. Ну, не гектар, но я думаю, что... Ну, похоже, там вот гараж, там баня, а там дом. Да, два дома. Два дома. А, может, два чувака. Или два чувака. А вообще, мы сначала тоже думали, с гостиной поставить два дома на трех гектарах, и, блядь, ты футбол херачить. Какой-то, очень большой футбол. Взрослый. Мужской. Ладно, холод, на самом деле, нот заложила. В общем, ребята, вот такой у нас проект. Мы будем про него периодически рассказывать. Это будет не часто, потому что, думаю, что мы забьем на все это дело, ну, до конца января точно. Пока вы там напишите письма свои, а что, куда писать. Пишите в комменты, что делаете. Вообще, это логично, потому что, возможно, к вам обратится кто-то из комментов. Так что, вообще, пока пишите, я там... Ваша реклама на небольшой площадке. Да, да, что здорово пишите. Я там геодезист, я там занимаюсь чем-то. Там, у меня подвязки в Ленобласти, там... Да, по электричеству, по газу не проблема. С газовыми компаниями. То есть, все нам это нужно будет для ускорения, даже просто ускорения процессов согласования. Что-то все не очень быстро. Так что, всем пока. Всех с наступающим Новым Годом. Наступившим, пока мы смонтируем, времени проедущим валом. Хотя, можно не монтировать, 13 минут. Нормально. Так, выложим. Всем здоровья, любви. В комменты пишите, чем занимаетесь. В комменты пишите, что думаете вообще про загородные. Недвижимость. Либо мы в комменты, либо мы дополнительно почту укажем, куда можно будет прислать коммерческие. Мы ни хера не укажем, ребята. Мы не будем делать отдельную... Костяна, ты оставь коммент под видосом. Учитывайте от Морозова коммент. Вот там будет какая-нибудь почта. Хера не сделает. Я вам говорю, ни черта. Он даже ролик смотреть не будет. На самом деле, мне обидно. Селф Папач какой-нибудь один из этих пабликов. Мне обидно, спасибо, что вы смотрите. Поздравляйте нас, вот купили мы землю. На самом деле, прикольный. Это такой у нас определенный новый шаг. Вот. Вот, вот. А еще у нас тачки новые. Ну, как они уже не совсем новые, но еще новые.